по виду укладки есть стандартные виды укладки да это поперечная продольная и и диагональная укладка это самые распространенные виды укладки но к счастью это не единственное что можно вообще сделать этой доской как ее можно уложить вот потому что обратите внимание чаще всего не хочу никого из строителей задевать но чаще всего строители стараются сделать укладку прямую чаще продольную ее легче делать действительно так и действительно это более экономичный расход материала нежели например диагональная мы все знаем что при диагональной укладки мы даем запас не 5 как обычно да на продольную или поперечную а 15 процентов потому что там обрезков больше соответственно объем закупается на 15 процентов больше ну и это отражается на цене кого-то устраивает кого-то нет но если без каких-либо изысков то в общем то продольно тоже неплохо выглядит до ее применяют типичный вариант достаточно часто применяемый для коридоров особенно длинных я рекомендую поперечную укладку доски потому что перечное что нам дает она она разбивает она сокращает длину коридор то есть визуальный обман который собственно говоря нам позволяет хоть как-то да вот эту длину коридора сократить обман диагональная укладка которую я люблю и чаще всего применяю если речь идет о каких-то стандартах вот и выглядит она хорошо ну гораздо интереснее на мой взгляд значит что у этих историй есть еще у доски она может быть одинаковой длины напилена все ламилибу допустим по 90 сантиметров или по 60 или по метр двадцать и тогда она укладывается со смещением на это принцип кирпичной укладки и мы видим все шовчики то есть это идеально правильно но где-то такой степени правильно что даже не интересно на мой взгляд я сейчас все что говорю и даю оценки я даю со своей точки зрения вы рассуждаете и думаете потому что кого-то только так устраивает им нравится это да а кто-то считает что нет я честно говоря чаще всего и и рекомендую и применяю разнодлинку потому что она смотрится из всех вариантов наиболее естественно наиболее интересно то есть нет ощущения что вот тут ее чик-чик так нарезали напилили что вот прям штучка штучка шовчик шовчику сошелся потому что там есть доз есть ламели длиной метр восемьдесят есть ламель метр двадцать есть 90 есть 60 и представляете когда это все размешивается такая получается интересная мозаика что ты ни один из шов не можешь проследить где он с кем состыковался и это создает ту самую естественность которая не напрягает то что когда я захожу и вижу вот эти вот ровные рядочки швов меня подбешивает но мое личное мнение на него может быть и не стоит ориентироваться но вы должны понимать да о том что существует то ли иное очень люблю и рекомендую французскую елку ну опять-таки с точки зрения технических характеристик вы про нее все слышали матери и она смотрится очень интересный очень эффектно особенно если это касается каких-то все-таки более-менее классических интерьеров но даже в зависимости от того какой цвет вы возьмете если вы например возьмете графит и сделаете эту елку в французскую елку в цвете графит и внедрить ее в современный интерьер поверьте будет очень смотреться эффектно даже скорее ну просто клёво вот она может быть кстати да с фасочками без фасочек вот и в зависимости от того вот справа есть фаски слева слева есть фаски справа нет фасок да вы понимаете что даже на этом или на этом маленьком элементе она будет по-разному играть и смотреться английская елка разницу видите между французской елкой и английской елкой укладка то есть если французская елка она спилена то здесь плашки ровные все у всех есть углы 90 градусов и она просто уложена ну таким вот шажочками вот я ее не очень люблю по мне французская ну она элегантнее на эффект не на интересней смотрится но мне лично как человеку больше нравится французская елка но опять-таки смотрите какие еще есть варианты использования и укладки той же доски она может быть уложена в разные цвета мозаично она может вы можете использовать разную ширину вы можете взять допустим двадцатку и и девятку да и сделать вот ряд узкой ряд широкой со смещением без смещения вот тут опять-таки ваша фантазия будут работать конечно надо посидеть над чертежами надо самой самим ее разложить чтобы понимать потому что есть помещение например в которых широкая доска смотрится очень плохо там будет смотреться лучше узкая вот крайний левый нижний угол пожалуйста это тоже доска она каждая ламель одного формата но просто со смещением положено но опять-таки вот вам решение вопроса как интересно выложить напольное покрытие у себя на у себя в проекте чтобы это было не типично хотя материал один и тот же вопрос как бы с ним обойдетесь тут извините залезу немножечко вашу область вот но вот это принципиально да принципиально важно потому что к сожалению бывают не очень профессиональные строители на объекте и они начинают эту фанеру крепить целыми листами с точки зрения технологии и будущей жизни доски принципиально важно вот таким образом нарезать напиливать фанеру и с зазорами в сантиметр между каждым квадратом ее крепите еще со смещением квадраты примерно 30 на 30 45 на 40 на 45 максимум 60 на 60 правильно больше не стоит вот все это для того чтобы когда дерево живет и двигается да она же когда у нас отопительный сезон она из иссыхает и она немножечко как бы скукоживается но высыхает древесина а летом когда идет повышенная влажность принципе атмосферная влажность она впитывает эту влагу и она начинает чуть-чуть разбухать и вот это вот движение лета осенью в смысле ну вот годичная круглогодичная она существует живой материал и с ним будут происходить вот чтобы это все не вставало домиком не распина не распирала да или не появлялись очень большие расщелины между ламелями нужно учитывать технологические моменты тут еще я прям сразу прокомментирую просто если огромную фанеру как она есть там три квадрата или два квадрата приклеить фанера клеится в том числе до того что она потом шлифуется и убираются перепады поэтому мы его получается если огромный лист положим это будет как правило на стяжке поэтому мы нарезаем и маленькими частями это более нивелирует все перепады а потом мы все бугры убираем получается ровно что ну короче тут много аспектов я потом подробнее расскажу это правильная подготовка для будущей укладки что еще принципиально важно здесь что очень многие к сожалению упускают это то что должны быть технические зазоры технические зазоры у вдоль стен технические зазоры между между будущей укладки в разных помещениях даже если это один и тот же материал мы не кладем его одним полотном все равно должны быть технические зазоры разрывы между помещениями потому что если потом в будущем что-то где-то происходит или нужно что-то отремонтировать проще разобраться с одним помещением чем поднимать полностью все полотно которое размещено но просто к сожалению бывают такие случаи когда действительно строители кладут одним полотном начинают от коридора заканчивать балконом там через 100 метров вот по диагонали поэтому это в принципе в корне неправильно с точки зрения технологии об этом нужно помнить и естественно то что вообще не вспоминается на самом начале это моменты где отопительные приборы особенно где они трубы выходят из 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 пола да потому что вот тут народ конечно кто во что кто начинает когда пластиком обходить это кто там еще чем-то вот чудовищные варианты на них у меня тоже есть ответ на этот вопрос просто нужно понимать что когда вы планируете свое напольное покрытие да нужно помнить если бить или ламинаты например нам хорошо игра отлично как вы будете в ламинате это все вырезать да то есть если натуральное дерево позволяет вот это сделать то с более искусственными покрытиями гораздо все сложнее начинает вот кусками выпиливают прокусу тебе вставляют и все это видно потому что но к сожалению это видно соответственно вот об этих вещах нужно думать и и и помнить о том как вы их потом будете обходить как вы их потом решите потому что такая мелочь которая поначалу когда создается проект или начинается ремонт никто не даже не думает об этом вот по сейчас проскочила по поводу стыковки покрытий я не буду вам рассказывать про порожки потому что я их терпеть не могу и стараюсь не применять в своих интерьерах я в последнее время больше всего наверно 95 процентов случаев у меня идет пробковый компенсатор между любыми напольными покрытиями будь это доска доска будь это доска керамогранит будь это доска или мозаика неважно в любом случае я использую пробковый компенсатор потому что удивительно приятный материал который компенсирует движение древесины вот и несмотря на то что у него собственный цвет натурально потому что эта пробка его можно покрасить в цвет пола напольного покрытия и он с ним сольется понятное дело что он будет чуть-чуть все равно отличаться по цвету от общего от общей массы потому что пробка втягивает в себя гораздо больше соответственно там немножечко будет гулять цвет но это будет очень эстетичная стыковка вот но данном случае вот 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 здесь да смотрите то есть это очень-очень аккуратный такой получается стык который не рвет колготки не цепляет там каким-то шурупами выглядит красиво выглядит но более современно нежели все порожки конечно возможной порожкам надо оставить право на жизни в некоторых моментах видимо без них не обойтись но в большинстве случаев я стараюсь все-таки использовать пробковый компенсатор потому что для меня с моей точки зрения наиболее удачный вариант решения вопросов посмотрите как аккуратно да подходит и стыкуется например торец лестницы мраморной и напольное покрытие да никаким другим материалом вы это аккуратно так элегантно и так красиво не побоюсь этого слова не сделайте ни один порожек вам такой истории не даст вот поэтому вот в данном случае то чем я говорила да что есть пробковый компенсатор между керамическим покрытием и деревянным покрытием и в силу того что пробка впитывает себя на чуть темнее но это абсолютно не мешает и не уродует эту историю и дает стопроцентное право на жизнь вот такому элегантному красивого согласись что это выглядит лучше чем спас металлическим порожком или с пластиковым порожком я думаю что здесь споров вряд ли возникнет поэтому образу и тема по поводу обхождения но в данном случае на 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 пробковом покрытии но этот момент можно применить и при любом другом деревянном покрытии видите вокруг трубы батареевых выходящий из напольного покрытия из пола да вот такое вот кольцо из пробки выглядит эстетично аккуратно и в принципе можно как красиво есть еще силиконовые герметики наверно виктор нам об этом чуть побольше расскажет если есть что добавить потому что я его тоже применяю вот и он точно так же заполняет собой швы потому что он точно также может он он эластичный он точно также может двигаться и это тоже хорошая альтернатива для вернее всем этим порожкам вот и опять таки если мы говорим о покрытии для ванных комнат и спайку швов между ламелями да вот он здесь герметик играет еще и декоративную декоративную роль потому что они могут быть цветными вот соответственно на мой взгляд это тоже хорошая альтернатива тем же самым порожкам второй вариант который я использую после вот так не делайте никогда и вы знаете сколько этого есть на самом деле как много я вас просто заклинаю заклинатель змей никогда не делайте вот так вот потому что уродливее этого нет ничего это еще прошлый век когда не было никаких вариантов никаких технологий где-нибудь на какой-нибудь даче наших бабушек или дедушек лет 30 назад может быть так и делали вот в нынешних интерьерах в современных интерьерах никогда не применяйте такие порожки никогда не выдавайте таких решений потому что это минусует вас и собственно говоря ставит под сомнение ваш профессионализм а и 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